Мы приехали в деревню Рыбала, в волости Елятна. И мы сегодня будем смотреть достопримечательности, которые здесь находятся. Одна, с одной стороны, исторически, с другой стороны, геологически. Привет, это мой блог «Приключения красной помады». Я Юля, и сегодня я буду рассказывать вам, что такое карст. Я сейчас нахожусь на территории музея Рыбала. Она открыта для посещения практически все время, здесь не огорожена. По моим данным, сам музей закрыт. Но вы всегда можете увидеть могильники или места захоронения древних эстов. Для чего и был построен здесь этот музей. Они находятся очень близко к Петербургскому шоссе. Вот сейчас я поднимаюсь на ступеньки к двери музея. Я проверяла их сайт, и он не работал. А вообще, сегодня я хотела показать вам эти могильники, а также поговорить о карсте. То есть поработать немножко геологом. И покартографировать те явления карста, которые происходят на речке Ейляхтме. Ну и, конечно, показать вам на видео. А вот это один из могильников. И вы видите, что сделаны они из плитника, или по-нашему, из днека, тонко высеченного и поделенного на плитке. Посередине такой постамент. Их здесь несколько штук. Я сейчас сижу на одном из могильников. Как видите, они все круглые формы. Есть несколько теорий, для чего их строили. Ну, во-первых, они датируются позднее бронзовым периодом. Еще до наступления Железного века. И считается, что вот эти вот посередине, посередине такой постамент, это там, где сжигали тело. Здесь находили кости и пепел. Поэтому считается, что здесь также сжигали тела. Эти могильники были обнаружены, когда начали строить Петербургское шоссе. И очень много было артефактов найдено, но они не были зарегистрированы, потому что нужно было строить шоссе. И, к сожалению, наверное, много из этих артефактов потеряно. Вот, вы можете сейчас видеть здесь известняковое плато. Очень характерное для Эстонии. Это обнажение. Вот так выглядит, как сказать, наш геологический слой, геологический минеральный слой без четвертичного слоя. То есть, вот начало известняков, на которых строится Ластамяя. То есть, строится, строилась Ластамяя. И вообще, которые использовались в строительстве старого города, которые использовались в строительстве, например, монастыря Бригитты. И, кстати, не зря я вспомнила про монастырь Бригитты, так как вся эта территория когда-то принадлежала именно монастырю Бригитты. Что тоже, кстати, наверное, не случайность, потому что, ну, как-то это, наверное, было связано. Эти какие-то места были такие священные, важные для того времени людей. И вот, вы видите, такой могильник. Вот он так выглядит. Здесь несколько их. Вот это посередине такой постамент или что. Можно, да, увидеть очень хорошо. Надеюсь, я хорошо показываю. Вы представьте, это поздний бронзовый период, до начала Железного века. Это некоторые постройки здесь статируются, по-моему, седьмого века до Рождества Христова. И один печальный факт. Один печальный факт. Здесь из зарегистрированных, обнаруженных останков человеческих было обнаружено место, где было захоронено 24 ребенка до 10 лет. Притом 15 из них это были младенцы. Вот такое вот место. Это красиво. Этот музей находится прямо на Петербургском старше шоссе. Вот видите, шоссе это петербургское. Можно сказать, на поле. Что такое карст? Карст немецкого означает одну из слоев. Слоев, которые находятся где-то в Германии. Что такое карст? Ну, во-первых, я стою на берегу речки Еляхме. И, о боже, это не просто речка. Она впадает под землю. Представляете? Вот, вот такая вот речка. Обычно чистая, красивая речка. Тын-дырым. Тын-дырым. Так, светит солнце, поют птицы. А мы с вами сегодня разговариваем о геологии. Потому что карст – это геологическая формация. Вот такая вот речка. Довольно полноводная. Сейчас довольно высокий уровень воды. Такой мост здесь. Ну, и, как вы догадались, она находится в Волости Еляхме. Я стою сейчас в деревне. Это не Ребола. Это, по-моему, Саха должно быть. Сказал, что поселок называется Кости Вера. А вообще вся эта долина, вся это место называется Куристику. Куристику – это что-то насчет бездны. И почему? Ну, конечно, вы, наверное, догадались, почему. Почему? Представляете, люди видят, как речка проваливается под землю. В буквальном смысле. Для них это действительно бездна. И если вы погуглите карстовое явление, то вы увидите, что очень много всяких разных мифов, разных теорий связано с этими вещами. Ну, подводная речка. Здесь реально в этой области есть часть речки Еляхме, которая проходит под водой. То есть она заходит и выходит. Здесь вы реально можете увидеть, как речка Еляхна заходит под землю. Не под воду, конечно. Что прерывается русло, и потом она выходит обратно на поверхность. Вот такой вот домик. Сделан из известняка. И это не просто так, что он сделан из известняка. Здесь как раз пласт известняка. Пласт ласнамяя. Который добывает во всем вам известном карьере вяо. Так вот, насчет известняка. Я не просто так говорю. Дело в том, что существует три вида карста. Не то, что три вида карста, а три вида пород, в которых существуют карсты. Это карбонатные, это солевые, и это сульфатные. То есть они все водорастворимы. То есть вода растворяет вешене. Их карсты и есть пустоты. Пустоты в породе, которые могут быть заполнены, которые могут быть незаполнены, которые могут быть наводнены, как, например, здесь, в этой волости Еляхна. И у нас как раз ласнамяйский слой, это слой карбонатных пород. У нас карбонат кальция. Это наши известняки. Пожалуйста, не путайте с мясным карбонатом. Вот этот весь известняк. Здесь такие строения интересные. По моей точке зрения, интересные, потому что, например, видите, над окном такой свод сделан из известняка, что здесь не используется кирпич. Хотя действительно кирпич было бы легче использовать, потому что известняк нужно обтесать определенным образом, чтобы он был довольно гладкий, чтобы он встал в такой вот свод, чтобы он был одинакового размера, а то есть дополнительные усилия должны прилагать. Но в Северной Эстонии, так как у нас очень много известняка, мы можем видеть такие вот методы использования известняка. Вон, как крыша красивая. Хом покрылась. Сторожевые башни. Ну, вот я вот сомневаюсь, что это сторожевые башни, судя по тому, как обработан известняк. Сейчас подойду поближе, покажу, что, конечно, сторожевые башни, они строились. И в этом, кстати, в этой области есть сторожевые башни. И вообще, это даже не башни, это даже замки. Просто они такого вот башенного типа. И об этом я буду рассказывать в следующем выпуске. Ну, вот посмотрите, какой красивая кладка какая. Ну, конечно, эта кладка не 14, не 15, и даже не 17 века. А наверху кирпич. It was just this morning I saw you in the street. My mind went winging back to the days when life was sweet. To when your mother took us aside and said, now listen, listen, dears, is there anything between you? You said, yes, about 25 years. But those golden days are over, they're in the long gone by. Nevermore will they return no matter how we try. Так, ребятки, что-то я обнаружила такую здесь вообще очень интересную вещь. Идеально круглая, идеально круглый обраг с возвышенностью посередине. Ну вот, типичный, типичный карстовый обраг. Или, вот здесь под электричеством все. Я понимаю, почему здесь, почему здесь оградили все, потому что в любой момент, в принципе, не нули в любой момент, но карстовое образование это опасное образование для исследований. И чтобы их исследовать, нужно иметь кое-какие знания. И не лезть туда, куда не надо. Ну, вот видите, здесь небольшие гротики, то есть, видно, как вон там гротик, куда уходит вода. Вот, вы видите известняковый слой, который подмывается, который вымывается. ну там какая-то кто-то там, рыбка какая-то. И это не рукотворно, это реально природная формация, природное явление такое, писать, как природа на выдумке сильна. Расскажу вам байку про куристику. Куристику, я говорила, это бездна. Так вот, в восточном поверье как образовалась эта речка. в общем, собрались сельчане прогнать черта. И как только они начали его прогонять, какие-то действия совершать, черт ушел под землю, и там образовалась речка. Что, в принципе, наверное, кстати, не так уж далеко от истинных. Потому что обвалы в карстовых породах, в карстовых речках, в карстовых образованиях довольно часто изменения. Видите, здесь огорожено все. И это не просто так. Это не просто так. Все вы слышали, наверное, про провалы шахт водовирума. Можно сказать, что это довольно похожие явления, потому что в шахтах почему провалы происходят? Потому что все столбцы, которые держат верхний слой с крышу, они подмываются и происходит провал. Здесь, в принципе, можно тоже видеть все формации. Покажи. Вот это все оно такое вот резкое, такое рваное, потому что происходили провалы. Так что в принципе, можно сказать, что может быть здесь произошел провал, жители, сельчане увидели это и подумали, что черт, черт побери-то, а? черт сделал эту речку. Ну, а сейчас вы будете видеть видео, и я буду говорить, что это заявление карста. Это карстовый, типичный карстовый овраг. И также вы видите небольшой гротик здесь. здесь вы можете заметить, что есть течение, и она странно направлена в ту сторону, где нет выхода. вот небольшой гротик, а вот здесь вы видите, что речка уходит под землю, она заканчивает свое русло, русло заканчивается и дальше чуть-чуть только видно. Здесь типичная карстовая воронка. А вот карстовый колодец. Здесь подмыты такие паноры. А здесь территория так называемых каменных грибов. Вымытых, обмытых камней на тонких ножках. Такие гротики где собирается вода. И вот те самые каменные грибы. А здесь карстовый мостик. Кто хочет узнать координаты в ватерфоллах, пишите мне в комментарии. в и координаты. Продолжение следует...